Весенние дороги на Рьенмар – одна из самых актуальных тем этой и, скорее всего, нескольких последующих недель. Вчера обсуждали проблему уборки городских улиц и дворов и на губернаторской планерке с участием руководителей профильных департаментов, первых лиц Заполярного района и города. Губернатор Ненинского округа Александр Цибульский обратил внимание ответственных лиц на уборку снега в жилых микрорайонах. Я думаю, что мы делали слишком сильный упор на центр города. Тем не менее, вам надо не забывать, что у нас не только в центре проблемы, обращаются люди. Проблемы, она с повсеместно, с авиаторов. Надо смотреть, чтобы был доступ, самое главное, ко всем объектам для всех наших специальных служб, скорой помощи, пожарных. Ну и не забывать о том, что у нас не только в центре города сосредоточена жизнь. Мэр Нарьинмара Олег Белак пояснил, что такая работа проводится в особо труднодоступных отдаленных микрорайонах города, например, в Мирном. Наша же съемочная группа сегодня отправилась в Старую Кармановку или микрорайон Городецкий, чтобы обратить внимание специальных служб, занятых на уборке снега, на проблемы этого жилого района. Там действительно сложилась непростая ситуация, и мы надеемся, что нас услышат и помогут. Михаил Ануфриев – житель Кармановки. Вот уже пять дней он не может выехать из дома на своем автомобиле. Говорит, вчера сосед пытался. Вот в сугробе часть от его поддона. Так, скорая. Какая тут скорая заедет? Вот сами-то видите, что творится? Вон колея какая, глубоченная. Какая скорая тут заедет? Мало ли кому-то плохо станет, еще что-то тут вообще проблема. У нас по красной тоже то же самое. Сейчас трактор пробежался один раз, вон, один раз прошел, ножиком сгреб тут и все. А что толку-то? Сложно все это дело. Каждую весну такая маята у нас. Пенсионеры, которые живут в этом районе, лишний раз стараются из дома не выходить, только в случае крайней необходимости. Выбирать не приходится либо автомобиль в ремонт, либо сам в травмпункт. Очень хорошо. Вчера все датчики АБС и все прочее пооборвал. В ремонт ездил. А вообще зимой этот трактор тут был вообще? Да редко. Три раза в этом году. Я на пенсии, я все время дома. Вот три раза я считал. Надо отметить, городские службы работают в усиленном режиме. Задействованы все возможные единицы техники. Привлекают и сторонние организации. Но справиться со всем объемом работ нынешнего весеннего сезона, к сожалению, не получается. Зима была снежной. В этом году в Нарьинмаре выпало уже на 40% осадков больше, чем в предыдущем году. В этом году мы уже только за последние три дня около 500 кубов. Сегодня работало на улице Ненецкой, где у нас перекресток, пять машин. Но смысла никакого не отработали там полдня. Понижения уровня никакого не произошло. На некоторое время синоптики прогнозируют похолодание. Главное не упустить эту возможность. С сегодняшнего дня уже будет понижение температуры через ноль, минус три. И в следующей неделе все будет минусовая температура. Мы постоянно проводим рабочие встречи по как вывезной, так и у нас в департаменте. Задачи поставлены, что как только пойдет промерзание, скопление воды будут вывозить лед, который будет образовываться, чтобы сразу вывозили, а не оставили его на полное промерзание. Помимо рекордного количества осадков, выпавших в этом году, Валентина Саутина отметила еще одну причину сложившейся ситуации. Недостаточно снега в зимний период было вывезено с городских улиц и дворов за пределы города. Необходимо также отметить, что уже началась и активная подготовка к прохождению паводка на территории региона. Ледоход в Наринмаре ориентировочно пройдет 29 мая. Уровень воды ожидается не ниже отметки 600 сантиметров. Критическим для города является 620 сантиметров. Тогда подтоплению подвергаются некоторые микрорайоны города. Напомним, что в прошлом году паводок достиг 381 сантиметра. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.